Уважаемые друзья, как вы знаете, 18 числа этого месяца, то есть апреля, мы объявили о том, что мы создаем оппозиционную политическую партию Аллах Азастан. Да, а да, сейчас же мы в мае, в апреле 18-го мы объявили, и тогда мы пришли в Министерство юстиции и сдали свои документы первоначальные, но оказалось, что кое-каких документов еще не хватает. И поэтому за прошедший с того времени период мы восполнили этот недостаток, и сегодня пришли и сдали канцелярии Министерства юстиции, во-первых, список 1600 членов инициативной группы, хотя требуется как минимум 1000, но мы решили больше и сдали 1600, повторяю. Кроме того, сдали протокол собрания организационной группы и список организационной группы, то есть то, что требовалось на первоначальном этапе для того, чтобы Министерство юстиции выдало нам свое уведомление о том, что приняли документы и подтвердили наше намерение создать партию. И сегодня мы будем ждать ответа по этому поводу. Я хотел бы повторить, что с перестраховкой, мы вынуждены это делать, мы собрали больше требуемого количества членов инициативной группы вместо 1000, 1600. И мы очень тщательно проверили все эти поступившие к нам в Телеграм-бот личные данные граждан наших, постарались убрать все недействительные именно сведения и таким образом почистили и принесли сюда тщательно проверенный список, сдали. Теперь хотел бы сказать вот о чем. Сегодня мы убедились в том, что после объявления нами решения о создании партии народ очень активно нас поддержал и тем самым подтвердил, что мы приняли правильное решение. И мы сегодня готовы уже, вот как вы видели, проводить мероприятие по регистрации партии и участие в выборах. Это одна из главных наших целей. И в настоящее время продолжается сообщение личных данных граждан Телеграм-бот, хотя мы уже сдали списки, но они продолжаются и желательно, чтобы они продолжались. Потому что в дальнейшем нам предстоит еще собрать 20 тысяч членов партии. Те, кто к нам зайдут в Телеграм-бот со своими личными данными, они будут учтены и после нашего съезда, когда мы проведем съезд и начнем сбор граждан, членов партии, тогда мы и учтем это, к ним выйдем по их данным и они смогут уже тогда стать членами партии. Вот это, пожалуйста, имейте в виду. И здесь нет никаких ограничений. Чем больше народа у нас будет в нашей партии, тем лучше. Наша партия, как мы уже сказали, это единственная среди всех нынче создаваемых партии оппозиционная партия. Парламентского толка. Политическая партия, которая оставит своей целью войти в парламент. Это никакой не секрет. Мы будем бороться за власть. Как некоторые говорят, вот они как бы в упрек. Вот им только и власть нужна. Нужна власть, иначе как мы будем осуществлять наши цели и задачи. Каждая политическая партия создается для того, чтобы прийти к власти. Это никакая не крамола, это нормальный порядок вещей. И поэтому мы это объявляем открыто. И еще важно, чтобы сегодня эта партия дальше получала поддержку народа, чтобы побольше людей нас поддержало. И тогда мы будем решать свою судьбу и сами. Войдя в парламент и также в другие структуры власти, мы уже получим возможность решать наши задачи, цели. И поэтому это дело, я считаю, всего народа. Нам реальной оппозиционной партии не хватало более 10 лет после того, как наша власть фактически уничтожила те, которые были после 11-го года, после кровавого 11-го года, когда в Жангузене были расстреляны мирные демонстранты, забастовщики. И после этого оппозиционные партии были объявлены экстремистскими и неправильными судебными решениями, запрещены. И все это время не было оппозиционной партии. И вот это мы возрождаем сегодня. Мы будем работать строго по закону, мирным путем. У нас нет никаких целей экстремистских, абсолютно, тем более террористических, как могут иногда нас упрекать. Этого нету в помине. И естественно, что мы будем держаться этого и впредь всегда. В рамках закона. Да, в рамках закона, строго, мирно. И мы надеемся, что восприняв это как настоящее оппозиционное движение, люди нас поддержат. И они в большинстве своем, понимая наши цели и задачи, войдут в нашу партию, и мы вместе добьем свои цели. То есть будем решать уже сами свою судьбу. И это очень важно в нашей нынешней ситуации. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто нас поддержал, и вырежет надежду, что дальше продолжится. Дай Бог, чтобы мы добились свои цели. Спасибо всем. Рахмедсис Георг.